Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Давайте попробуем прояснить ситуацию, которая у вас сложилась, и ответить на ваши вопросы. Вообще, по общему впечатлению у меня сложилось такое мнение, что вы очень по-детски отнеслись к девочкам. Вообще, вы очень по-детски себя поставили. Вы, я бы даже сказал, немножечко себя дискредитировали, как вот это видится мне, по крайней мере. Потому что, ну вот смотрите, что получается, да, что происходит у вас. Вы встречались с девушкой, да? Значит, смотрите, расстались с ней, было много скандалов. Я ее сильно обидел, изменил, выгнал из дома. Что вот это все было? Почему вот это все произошло? С чем это связано? Ну, все вот эти вот ситуации, все вот эти вот истории, которые у вас возникли. понимаете? Это важно, если мы говорим с вами именно об отношениях, а то, как вам строить отношения. Понимаете? Понимаете? Вот. И если вы, если вы не увидите для себя причин, по которым вы так себя вели с девочкой, например. Если вы не определите того, почему у вас вот такое поведение образовалось к ней, да? То я, соответственно, сомневаюсь в том, что у вас получится, ну просто, как-то адекватно устраивать свою модель поведения с девушкой. Вообще. Ну просто адекватно. Вот. По моему мнению. Так. Конечно. Значит, смотрите. Понятно, да? Вот эта вот часть, вот эта часть, где вы расстались, изменяли ей, скандалились, обидели ее, сильно выгнали из дома, да? Вот эта часть. Это полностью ваша ответственность. И нужно для себя определить, откуда это все. У этого есть причины, у этого есть, значит, основания для этого, для вот такого момента есть основания. То есть, с этим нужно работать. С этим можно работать. Главное, чтобы у вас было желанное. Вот. Главное, чтобы было желанное. Далее. Далее. Значит. Когда она начала зеркалить мое поведение, и когда откровенно сказала мне, что живет со мной из-за квартиры, сказала, что стоит мне найти другую. Вот здесь не очень понятно. То есть, она начала зеркалить ваше поведение, и откровенно сказала, что живет, значит, ну, живет с вами из-за квартиры. Девушка говорит вам, вы все равно хотите быть с ней. Вы ее обижаете, изменяете ей. И все равно хотите быть с ней. Как бы вопрос возникает у меня, по крайней мере. А, собственно говоря, откуда такая потребность быть с ней? Откуда такой желанин быть с ней? Почему вы хотите этого? Понимаете? Какая штука? Дальше. Так. За полтора месяца я понял, что это та самая девушка, которой я готов посвятить свою жизнь. За полтора месяца чего? За полтора месяца какого времяпровождения? То есть, как бы, момент. Да? Вот. Почему вы решили, что эта девушка та самая? Что именно навело вас на эту мысль? Что девушка та самая? И что вы нуждаетесь в ней? Можно ли нуждаться в человеке? Ну вот, так как это делаете вы. И что нужно именно вам? Дальше. Начал переписываться. А, да. И что было с вами за эти параметры? Тоже. Тоже момент. Начал переписываться. Поначалу динамин отказывался погулять. Далее решил предложить ей, решил подарить ей сто одну розу. в надежде, что она вам, девушка в смысле, простит вас за это. Вот. Тут не розами нужно действовать, а тут нужно именно, ну, общением, взаимодействием, обсуждением. Вот. Дальше. Она начала дома предлагать прогуляться. Был момент, что шмокнуло в губы, но я вижу, что я для нее подруга с мужскими половыми признаками, да? Ну и кошелек. Она рассказывает мне, как гуляет с другими, рассказывает, что у нее есть парень, но он мне не нравится. Рассказала, что был половой контакт. После всех этих рассказов головой я не хочу с ней отношения. Так. Ну, вы понимаете, что девушка ведет себя с вами как с другом. Держит вас на расстоянии. В принципе. В принципе. В принципе. Данная позиция, она, ну, она не нормальная. На мой взгляд. Конечно. Вот. А только при условии, только при условии, что мы с ней не разговаривали, не обсуждали. То есть, нужно поговорить, сказать, чего хотите вы, что нужно вам. Вот. Значит, чего желаете вы и так далее. Понимаете? Выскажите ей, чего хочется вам. Выскажите, пусть она вам выскажет, чего хочет она сама. Вот. И посмотрите. Посмотрите. С этим. Можно ли, да, можно ли как-то удовлетворить взаимные потребности? Вот. Можно ли дать друг другу слов, что каждый из вас хочет? Дальше. Ага. Так. Головой понимаете, что я не хочу с ней отношений. Почему? Вот почему вы не хотите с ней отношений головой? Ну, например. Как вы себе это объясняете? Вот. Как вы себе это объясняете? Как вы себе это объясняете? От чего тела хочет? Сердце чего хочет? Почему именно детей? Может быть, просто секса вы хотите? Может быть, вы просто хотите? Как бы, ну, ее. Вот. Подумайте об этом. Дальше. Я всегда у нее на втором плане. Ну, потому что вы рекомендовали себя как человека довольно-таки ненадежного. Так? Такого, которого нельзя положить. Если понимаете, о чем я тебе речь. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. В одном из разговоров она сказала, что выберет. Я или тот, с кем встречается. Ну, вот, смотрите. Здесь, здесь, ситуация следующая. Вы обесцениваете себя. Вы обесцениваете себя и идеализируете девушку. Почему? Потому что в себе что-то, вот что-то в себе, вы не принимаете. Вот. Нужно разобраться, что именно не принимаете. Что именно вы в себе не принимаете, отказываетесь принимать. Вот. Попробуйте подумать. Зачем обесценивать? Что в себе обесцениваете и когда начали обесценивать? Кто, точнее, обесценивает это у вас? Ну, в вашем сознании, что обесценивает. Нравится ли вам вообще вот что, ну, что вот она выбирает между вами? Считаете ли вы что-то, ну, я не знаю, достойно вас, например. И так далее. Дальше. Значит, при этом она ищет парней со стороны. Кто-то играет между вами и ищет парней со стороны. Значит, как понять ее поведение? Ну, смотрите. Я, конечно, не хотел бы вас как-то обвинять, да? Вот. Но, как это показалось мне, что вы занилили девушке самооценку. Причем, так, знаете, неплохо. Неплохо занилили девушке самооценку. Вот. И она теперь пытается ее восстановить самооценку. самооценку. То есть, как это? Как это происходит? Происходит это так. Следующим образом. Вот вы ее унижали, да? Вы ее как-то, ну, принижали, да? И ей теперь необходимо постоянно внимательно от всех. То есть, от других мужчин, там, от любого человека вообще. От каждого. И тут же, конечно, момент, на мой взгляд, довольно важный. То есть, ну, почему так происходит, да? То есть, девочка нуждается в том, чтобы, значит, ее вновь полюбили. Девочка нуждается в том, чтобы ее вновь оценить. Девочка нуждается в самоутверждении. И в некоторой степени она вам мстит. Не обязательно, что осознанно, да? Я не уверен, что она осознанно это делает. Я не уверен, что она как-то сознательно вам пытается навредить, сознательно пытается вас унизить. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, нет. Как бы именно сознательно, ну, наверное, нет. Все-таки сознательно, наверное, нет. Вот. Но, подсознательно идет, значит, наверное, все-таки какое-то озеркаливание. Подсознательно девушка продолжает, продолжает обещаться на вас. И вполне вероятно, что ей как-то вот, ну, хотелось бы, хотелось бы, чтобы вы почувствовали себя, ну, действительно, таким, знаете, униженным. Действительно, таким, знаете, на ее месте побыли, в общем. Вот. Это то, чего она хочет. По крайней мере, исходя из того, что вы написали. Вот. Это то, что ей нужно. Вот. Можно ли говорить о том, например, что она там к вам, допустим, вернется, или там как-то еще что-то будет происходить. Да, то есть, можно ли говорить о том, что она там, например, простит вас, да, и так далее. Если честно, я не думаю. Не думаю. То есть, даже если она вас и простит, даже если она, ну, поймет, что вы, там, ну, например, поверит вам, что вы исправились, да, там, поймет, что вы не хотели и так далее. Даже если это будет так, вот, то все равно, значит, все равно, все равно, значит, у нее будут на вас обиды какие-то, вот. И, соответственно, все равно она будет вам, ну, я не знаю, может быть, ставить в вину, вот. То, что вы вот там, например, сделали, то, как вы себя повели, да, и так далее, вот. Ну, хочется вам этого или нет, это уже, как бы, решать вам исключительно, но без разговоров, без каких-то вот прояснений ситуации вряд ли что-то можно ожидать, на что-то можно рассчитывать, вот. Как себя вести вам, что делать вам? На мой взгляд, на мой взгляд, вы, вот, самое лучшее, что можете сделать вы в этой ситуации, это оставить ее, значит, ну, просто вот, просто оставить ее. Такой, оставить ее, вот, в ее текущем состоянии, не пытаться ее, там, менять, не пытаться, там, что-то сделать, не пытаться добиться ее расположения, вот. То есть, просто-напросто оставить ее, вот, в той ситуации, в какой она сейчас. позволить ей быть в этой ситуации, в какой она сейчас находится, вот. А вам, вам, самому, вам самому лучше будет заняться собой. То есть, почему, например, у меня, вот, возникла такая проблема, да? Из-за чего она, возникла такая проблема? Как так получилось, что, вот, я девушку обижал, изменял ей и так далее? Почему у меня такой раздрай происходит в том, например, чего я хочу, да? И в том, что говорит мой, ну, мой мозг, и в том, что говорит, значит... И в том, что говорит мое сердце, почему вот такой раздрай случился. Вот, вот с этого же и есть причина. И разобраться нужно в себе. А далее я полагаю, что, ну, совершенно справедливо будет, если вы, значит, если вы... будете почаще говорить о своих чувствах вообще. Чего вам хотелось бы, что вам хочется, в чем вы нуждаетесь, вот, и так далее. Вот это, я полагаю, ну, тоже довольно такой важный момент. То есть, у меня есть ощущение, что вы не говорите о своих чувствах вообще. Вот, как бы. Но есть такое ощущение, что вы не привыкли рассказывать о своих эмоциях. Вот. Не привыкли, ну, делиться ими, как бы. Вот. И из-за этого страдают все, из-за этого страдаете вы, из-за этого страдает, значит, девушка ваша. Вот. И, собственно, если вы так больше не хотите, то нужно менять что-то, да. Нужно менять что-то в своей жизни. Нужно какие-то, значит, шаги предпринимать для того, чтобы ситуация больше не повторялась. Чтобы все-таки, ну, чтобы вы более осознанно, так скажем, подходили к проблеме своей. И вот тогда, да, все будет нормально. Тогда и отношения будут складываться, ну, куда более успешно, чем сейчас это у вас происходит. И вообще можно будет говорить о том, что у вас, значит, получится выстраивать их более адекватными. Так, чтобы они все-таки приносили какую-то радость, да, вам и, ну, и окружающим. Девушка там, например, или, ну, не обязательно это, прям девушка, но тем не менее, да, вот такая штука. Вот. Ну, соответственно, что, нужно отделять одно от другого. То есть нужно смотреть, как так получилось, смотреть на, значит, ну, на то, как вы вообще в этой ситуации оказались, вот. Что заставило вас в этой ситуации оказаться, вот. И если разобраться в ней, да, если разобраться в ней, то я думаю, что помочь вам можно будет. И вы будете более осознанно подходить к проблеме, к своей проблеме. И уже не будете совершать таких ошибок, вот. На этом все, я вам желаю удачи, я вам желаю всего доброго. Я надеюсь, что мой ответ, он вам помог. Я надеюсь, что мой ответ ведет вас к каким-то правильным мыслям. Вот, если остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, то буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.